Всем привет! С вами Сергей Степанов. Я нахожусь в Тулиновке, в лагере «Космос». И здесь поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Тамбовское его отделение, проводит лекцию для детей о том, как себя вести в случае того, что ребенок потерялся в городе, в супермаркете или в лесу. Дети заинтересованы происходящим, задают вопросы, даже кое-что знают. Но какие-то неочевидные вещи активисты этого отряда доносят до детей, которые даже мне, взрослому человеку, интересно послушать. Сегодня у нас юбилейная лекция, 70-я. Мы рассказываем, как детям не потеряться в городе, в таких местах, как торговые центры, остановки, просто улицы. Также мы рассказываем про безопасность в лесу, что обязательно с собой взять, куда не стоит ходить, что стоит делать, если ты испугался, если видишь дикого животного и так далее. Самые главные три правила – это остановиться, оглядеться вокруг себя и громко покричать. Дети задают вопросы, во что нужно одеваться, что нужно брать с собой в лес, с кем можно ходить, с кем нельзя ходить, кому можно доверять, а кому нет. Мы поговорим сейчас о том, как себя нужно вести в ситуациях, когда вы потерялись, и что нужно делать для того, чтобы не потеряться. Ты хорошо посмотрела, не просто покрутилась, показала, какая ты хорошенькая, а медленно по сторонам покрутилась и посмотрела, нет ли родителей. А потом что ты делаешь? А потом я покричу. Кричи. Мама! Молодец, отлично. Давайте еще раз с вами все покричим, да? Мама! Когда вы звоните маме с папой с чужого телефона, вы не знаете, на самом деле это мама с папой или просто похожий голос, вы спрашиваете первым делом пароль. И если вам папа или мама отвечают правильно ваш пароль, тогда вы рассказываете, где вы потерялись, где вы находитесь, и где вы будете ждать маму или папу. Мы обязательно идем в лес в сопровождении взрослых. Это могут быть наши родители, наши родственники, наши педагоги, то есть учители или там вожатые, да? Возможно, это будет тренер, но кто-то из взрослых должен быть с вами. Если мы утром встали, ой, телефон забыли, заряди, значит, мы в лесу не идем, мы садим телефон на зарядку, и в лесу не только тогда надо дать телефон на зарядку. Да, мы можем таскать с собой целый рюкзак с едой, но рано или поздно мы его снимем, и он с нами не будет. А шоколадный батончик очень легко вмещается в кармане. Самое интересное, это когда нам рассказывали про лес, что надо брать свой сникерс. Ну, сникерс хочется ведь сразу смотреть. Шоколадный батончик. Сникерс. Их таких 10 надо брать. Все очень интересно. А еще, вот если вдруг такое случится, вы там одни, ну сразу сникерс съел, воду выпил, а дальше что делать? А дальше терпеть. Дальше надо терпеть без воды, а потом надо взять крепкую палку, а не свисток надо, чтобы родители найти. А если нет свистка, то взять крепкую палку и поскучать по дереву. А про телефон вы забыли, у вас же телефон еще. Нужно ряжать телефон доставка. У меня телефон держит от вечера до утра. А по какому номеру звонить нужно? 112. А что говорить? Я пропала, а спасить помогите? Нет, надо оказать координаты. Да, координаты. А откуда ты знаешь координаты? Ну, например, все шишки надо. Как тебя родители зовут, там все такое. Ага, спокойно, да, рассказать, где был, как пропал, все. И не плакать. И не плакать, да? А то тебе не поиск, не паниковать. Ну, а если чуть-чуть поплакал, а потом все рассказал, ну так можно? Ну и все, и хорошо. И не паниковать. Ну, в общем, желаю вам, чтобы вы никогда не терялись, а если уж такое случится, знали, что делать. Хорошо? Хорошо. Теперь вы знаете? Да. Все, молодцы. Вот и закончилась лекция активистов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в лагере «Космос» для детей. И я надеюсь, что она была для них полезной. Ну и для нас тоже. Если потерялись, оказывается, можно позвонить по телефону 112. Даже если нет связи, вы можете кому-то дозвониться. А если у вас нет свистка, бейте палкой о палку, это далеко слышно в лесу. С вами был Сергей Степанов. Всем пока. До свидания. До свидания. До свидания. Куда лезешь? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...